Здоровейшее питание. Николай, вы видели петицию о недоверии Тихановской. Интересно, кто эти люди и какую цель они преследуют? Ваше мнение, пожалуйста. Да, это всегда одна и та же история. Либо это люди, которые оказались на обочине, либо это люди, которые хотят сами стать центром, но для этого ничего не делают. А единственное, что делают, это критикуют офис Тихановской, НАУ, Координационный совет и прочее. То есть это все настолько обычно и настолько обыденно, что давайте мы уберем. Ну хорошо, ну уберитесь, Светлана. Ну хорошо, и что дальше? Ну что дальше? Люди должны будут что, проголосовать за Пупкина, который ее призвал убрать? Ну что за детский сад вообще? У человека есть мандат. Это следует ценить, потому что этот мандат дали мы все ей. Если мы дали ей этот мандат, мы должны с нее спрашивать. Чтобы мы с нее спрашивали, мы должны наделить ее и тех, кого она призовет в это правительство, мы должны с них спрашивать. Но не как сейчас, когда просто... То есть экономическая реформа. С кому мне спросить? Где тот... Я не знаю, как он должен называться, министр экономики или не министр экономики, я не знаю. Но человеку, которого я хочу спросить, что ты предлагаешь вообще по реформе экономической? Чего мне ждать? Мне вообще ждать возвращения домой или лучше уже как бы не возвращаться? И эти вопросы по каждой сфере, по каждой отрасли. И когда люди спрашивают, у меня же перманентная история этих интервью, а вы домой вернетесь? Ну, я бы, может, и вернулся, а может, и не вернулся. Это зависит от того, что будет происходить. Сейчас я не могу вернуться к себе домой. Потому что там диктатура, там странные правила игры, там желание меня посадить. Ну, конечно, нет. А что будет дальше? Я хочу спросить у тех, кто будет иметь к этому процессу отношения. Что ты предлагаешь будет дальше, чтобы я как-то планировал свою жизнь мне возвращаться или пустить корни уже в другой стране? Вот это вопрос, который всех волнует. Я говорю сейчас не свои вопросы, я задаю вопросы от имени там тех, кто сейчас находится вне Беларуси или те, кто хочет уже сейчас уехать из Беларуси. Помните, у нас же завсёды было, абы не было войны, там бедненька, чистенька, зато войны нету, там небо чистое и всё остальное. А зараз, вот уже два годы, мы постоянно чуем эту риторику с телебачення, с высоких трибун, что вокруг вороги и внутри вороги, и треба змагаться, и с каждым днём этих ворогов всё более и более. И террористы с экстремистами уже там 8 миллионов с 9,5 миллионов, и всё остатнее. Нават готовность небыта там воевать разом с Россией во Украине, накеровывать солдат своих беларуских у Сирию, а может и не солдата медыка, ты тут не разберешься, это медыки, солдаты, эти солдаты медыки. Але да іншага, вот разрыва шаблона у глыбиннага беларуса нема, для якога, абы не было войны, самая головная, тут, оказывается, вот война-то, может быть, и вот уже там дверы отшыне, а яна лезя у хату. Я вообще воспринимаю то, что у нас происходит последние полтора года, даже уже два, я воспринимаю как войну. То есть это и есть война. То есть мы раненых, бесчисленное количество, убитые есть, строятся концлагеря, строятся, допустим, получил информацию от строительных компаний, что их принуждают строить казармы для русских военных. То есть да, это война, но если кто-то из беларусов это не осознает, то это проблема этих людей, значит, они не понимают, что происходит в стране. Если говорить о том, что переход этой войны в горячую фазу с поставкой там гробов из Украины или из Сирии, я не знаю уж, куда нашего сумасшедшего судьба забросит военных. Да, но это будет просто другая фаза этой войны. Но он пытается продать страну, он ее продает, причем продает дешево. То есть даже он не получает того, чего он хочет получить за Беларусь. Это значит, что человек как бы вышел со страной на рынок, демпингует, и мы не реагируем достойно на это. Ну да, так это работает. И я не знаю, какими мы должны методами стучать, чтобы достучаться. Чем нам надо, как нам нужно кричать, чтобы это слышали все. Нам нужно докричаться и до всего мира, и до своих же беларусов, часть которых этого еще не осознает. То есть это тяжелая работа, что называется. Кто-то должен быть уполномочен говорить с позиции силы со всем миром. Тогда нас будут лучше слышать. Других вариантов у нас, к сожалению, нет. Но у нас и нет вариантов не кричать. Потому что ситуация такова, что на кону стоит даже не наша жизнь, а наших потомков. Потому что у них останется вообще... У нас была своя Беларусь. Пусть с диктатором даже, но она была и есть пока. А вот у них будет вообще Беларусь? Или это будет Минская область, которая соперничает с Курской областью за подачки из Москвы? Вот это то, что мы можем оставить с нашим детям, это чудовищно. Это сама постановка вопроса, которая просто сводит с ума. Потому что получается, что на наш период жизни, нашей активной жизни, выпал период, когда мы можем просто проиграть страну. Просто отдать ее, потому что мы повели себя малодушно. Но у нас такого права нет. Потому что до нас были там столетия. Люди пытались для Беларуси оставить эту независимость. Оставить ее или вернуть ее. И они как-то справлялись в итоге. Да, были сложные периоды, но они как-то справлялись. И уж не нам ее продавать. И не нам ее сдавать просто так. Нам нужно говорить. Нам нужно убеждать. Нам нужно не только говорить. Мы не можем перейти сейчас в ранг вот таких европейских дипломатов. Это неправильная позиция. Потому что если мы говорим даже о правительстве, которое может создаться, о президенте, который может создаться, мы должны быть все-таки freedom fighters. Мы должны быть борцами за свободу, а не чиновниками. Мы не можем говорить с европейскими чиновниками на их платформе, на их уровне. Нет, они должны говорить, а мы должны кричать. Это две разных позиции. И это два разных статуса. Ну и на заканчение, все ж таки, не могу гэтую тему не закрануть. Тем более, что наткнувся на один комментарий. Такий вот жар там, а летым не меньше варты. Николай, ваше мнение о перспективах блокировки финансовой системы SWIFT интересует ваше мнение театрала. Ну вот, Мурлакатану я могу отказать одразу. Бачили там у кадр трапляу кошачий хвост побачь с Миколаем? Можете па этому хвасту сказать, якой пароды гэты код цікавить ваше меркавание як Мурлакатана? А меркавание Миколаеме не цікавить па поводу санкций. Там еще на самом пачатку нашей размобы было пытання на кон таго, что сестра Наталья Эйсмант зараз знаходзіцца ў Пекине вядзі с Олимпиады рэпортажы, а вядома і ёсць адповедныя подтверджані таго, што яна знаходзілася там, дзе забывалі, дзе адбывалася забойство, да якога прычасная небыта і група людзей. Скажым так, санкции, як яны працуюць? Ці можна дабіцца, каб вот сестра Эйсмант, Эйсмант ведучая, вядучая беларуская талебачыня была, ну я не ведаю, не разъезжала па свете. Куды глядзяць санкции пытаюцца людзі і калі чакаць наступнага пакета? Ну і па свіфту, можу быць. По свіфту нам, собственно говоря, обсуждать сейчас особо нечего. На самом деле, эту идею мы предложили, отключение свіфта, мы предложили в 2011 году, когда были политзаключенні, когда мы пробивали санкции і в Євросоюзі, і в США. І успешно с этим справились, і политзаключенні були освобожденні. Но тогда же я в качестве такого, ну отчасти троллинга, отчасти это была такая игра с Євросоюзом на повышение ставки, я инициировал эту историю с отключением свіфта. І тогда на всех встречах мы этот вопрос задавали, как повышение ставки. А почему вы не хотите отключить свіфт? І нам объясняли перманентно, що даже не думайте, даже не думайте, этого не може бути, потому що не може бути ніколи. Ну, ми говорили, хорошо, ну тогда давайте хотя бы ми нефтянку і калий включимо. І тогда на це люди шли. То есть на то, що ставка буде другою. Потом наступив 2012 год, то есть вопросы были все решены по введению санкций. Наступив 2012 год, і в 2012 году свіфт отключили для Ірана. І це була ситуація, яка, наверное, сьогодні точно також могла сработати для Беларуси, але Беларусь не є тем объєктом для создання прецедента, тому що в Ірані все-таки ситуація була жодче. І там розговор стояло о ядерному оружію і так далі. Але сьогодні ми цей вопрос опять піднімали, і вже ніхто не говорить нам, що да ви що, це бути не може, і так далі. Тому що вже був прецідний прецедент. Але на сьогоднішній день, мені кажуть, що відключення свіфта – це не та актуальна задача, яка стоїть. Точно також, як не є актуальна задача відстрінення айсмантів від поїздок. Це все вопросы вторичні. На сьогоднішній день треба зробити ту ситуацію, коли Лукашенко, його сем'я і його приближенні працювати фінанси від білорусів. Тобто працювати у країни в огромних количествах, в тому числі на содержание своєго силового апарата. Собственно говоря, це і є задача. І тут мені плівати на те, що їздить айсмантів чи не їздить. Я не собираюся тратити часу, часу і силу наших друзів і партнерів на те, щоб вони все бросили усилия, на те, щоб айсмант не пересекала границю Білорусі. Нет. Вопрос о другому. Якщо ти тратиш силу, ти повинен тратити їх с толком. Тобто давайте остановимо приток денег Лукашенко і його світу. Тобто давайте прекратимо ці все роботи фірм-прокладок, які ворують гроші. Давайте прекратимо хоча б на внешній периметри вот цю корупцію, яка пораждає то, що творить Лукашенко внутри країни. Тобто об цьому задачі. І то, що... Ну, буде шестій пакет. Він буде... Где-то в марте планирується, в начале марта. Но вопрос в том, що було нескільки вихай, які спутали карта санкціонна для білорусів. Спутали в тому смысл, що ми что мы получили санкционный пакет пятый, например, куда внесены два отеля, три турфирмы. Это бред севой кобылы, потому что был кризис, связанный с мигрантами. И это было проблемой, потому что мы ушли в мелкую идею, заставив Евросоюз работать над мелкой задачей. Хотя задачи стояли большие, в том числе и по финансовой сфере, и по нефтяной, и по калийной, и по всем сферам. А мы ушли вот в эти два отеля, три турфирмы, которые найдут для привоза этих мигрантов из Ирака. Поэтому нужно тут просто работать. Нужно работать дальше. Нужно, чтобы включались другие игроки, которые хорошо осознают те угрозы и хорошо осознают ту конфигурацию санкционную, которая должна работать. Но не так, как это было со вторым пакетом или с пятым, или с четвертым. То есть нужно все-таки работать эффективно и контролировать процесс. И если ты вводишь санкции, то у тебя должна структура, которая отслеживает уход от санкций, работать так же эффективно, как, например, работает в Соединенных Штатах, а не так, как работает в Европе. Это структура, которая никогда не была востребована, и поэтому она и работает плохо. Но тут Беларусь должна выступить как некий пример того, как должна отстраиваться работа. И для этого нужно привлекать больше партнеров и больше людей, которые об этом разбираются. Дякую великую. На жаль, треба закругляться, хотя с Миколаем мы можем... Мне цікаво говорить годинами, можно сказать, але у кожного своя праца и обавязки. Дякую великую. Шкада, конечно, что можно было бы зараз сказать, что давайте потрабуем свободу тому цейншему, и как будто это изменило ситуацию, как будто до лепшого все это сталося. На жаль, гэта га нема, але будем рабить кожный, что можа на своим местце. Дякую великую. Спадар Миколай, ты мне меньше свободу политвязням, свободу Мацкевичу, свободу Пашу Белаусу и всем остатним вязням белорусского режима. Дякую. До встречи. До встречи.